Всем привет дорогие друзья! Сегодня будем готовить невероятно вкусно шоколадно-ореховый тортик Феррера. Есть несколько вариантов этого тортика и это я бы сказала более летний вариант. Зимний вариант он намного плотнее, коржи там совсем другие, то есть, а это летний вариант и я сейчас хочу показать как делаю его я. Для коржей я буду использовать арахис. По-хорошему замените фундуком, если у вас есть. Его нужно измельчить, но не сильно в мелкую крошку. Взбиваю 6 белков, добавляю туда небольшую щепотку соли и взбиваю их до более-менее плотной массы. Когда белки подбились, добавляю в них сахар. Можно добавить и капельку ванильного. Взбиваю до растворения сахара и до плотности белков. Тем временем, пока мои белки взбиваются, к орехам, к арахису добавляю 20 грамм муки. Хорошенько и тщательно перемешиваю. Вот мои взбитые белки. Вы видите плотные пики, белки не вываливаются с чаши, то есть, взбиты они прекрасно. Сразу сюда высыпаю все орешки вместе с мукой. И аккуратненько, не опустив белки, перемешиваю движениями снизу вверх. Проще всего это сделать венчиками, если у вас не сильно крупные орешки получились. Так мы менее всего опустим белки. Можно и ложкой, в принципе. Все, долго этим не занимаемся. Теперь сразу начнем формировать наши коржи. Я буду делать два коржа. Здесь у меня форма 23 см. Точнее, раздвижное кольцо. Выпекать буду на тефлоновом коврике. Выкладываю сюда сразу половину своих белков. Вы видите, коржи получаются практически такие по составу, как, допустим, на киевский торт. Только на киевский торт мы будем сушить, там, 2 часа до умопомрачения. А здесь коржи будут перчатываться очень-очень быстро. И они получаются очень нежные. Я в последнее время просто фанат именно белковых коржей в разных тортиках, и с орешками, и с фруктами. В общем, очень люблю сейчас. Распределяю и аккуратно поднимаю кольцо. Где нужно, края могу подправить немножечко. И отправляю в духовку. Духовка разогрета 200-220 градусов. Отправляю на минут 12-15. Но смотрю, чтобы сверху вот так вот чуть-чуть подзолотилось. Все, так пекут два коржа. Теперь для начинки нам понадобятся грецкие орешки, которые также нужно будет измельчить. И тоже не очень большую крошку. И растопить шоколад. Шоколад хорошенько растопили. И так как он еще теплый, пока я месь отставляю его в сторонку. И займусь муссовой составляющей. У нас после шести белков, после коржей осталось шесть желтков. Сюда же добавляю два целых яйца. И добавляю сюда же сахар. Венчиком хорошенько перемешиваю и ставлю на маленький огонь. При постоянном помешивании варю мою смесь. Не совсем варю, а скорее всего подогреваю. Нам нужно пройти термообработку. И немножечко наша смесь буквально чуточку загустеет. Как только она начинает загустевать, моментально снимайте ее с огня. Потому что она у вас станет вариться просто. И белок сварится. Затем перекладываю смесь в чашу миксера. И начинаю ее взбивать. Для того, чтобы она остывала. И потом добавляю сюда черный растопленный шоколад. Либо молочный, кому как нравится. Оставляю эту массу медленно перемешиваться. Для того, чтобы она остывала, но при этом не схватывала с ней и загустела у нас. И тем временем взбиваю охлажденные сливки. Взбиваю их до плотных таких пиков. Без сахара, без ничего. У меня сливки хорошие, взбиваются очень быстро и очень плотно. Красота! Теперь нужно аккуратненько ввести наши сливки в эту шоколадную массу. Но перед тем, как буду вводить сюда сливки, добавляю сюда измельченные грецкие орехи. Если вы будете использовать в корже фундук, используйте сюда арахис. Так будет вкуснее, когда будет сочетание двух орехов. Добавляю вначале капельку взбитых сливок. Масса у нас шоколадная должна быть уже практически комнатной температуры. Или вообще лучше именно комнатной температуры, чтобы наши сливки не плыли. Аккуратненько вы видите, перемешиваю тоже движениями снизу вверх. Пропускаю сквозь венчик. Теперь можно выкладывать уже все сливки и перемешивать. Масса станет немного мягче. Но это ничего страшного, благодаря шоколаду в холодильнике эта масса потом схватится, как шоколадный ганаш. И будет прекрасно держать форму. Можно приступать к сборке тортика сразу. Капельку крема ставлю на низ, для того, чтобы мой тортик не ездил. Посмотрите, коржи такие мягкие, играют. Их не нужно не пропитывать ничего. Они и так очень классные, мягкие, нежные. И вообще это не нужно. Ставлю кольцо, либо форму, которую вы вырезали, коржи. Собирать все-таки нужно в форме, потому что вы видите, мусс еще такой мягкий. Половину мусса сюда выкладываю. И накрываю сразу же вторым коржом. Таких коржей можно сделать 3, либо 4, увеличив, соответственно, количество продуктов. И будет еще лучше и красивее. Тортик будет высокий. Этот тортик, в принципе, даже если сильно захотите положить туда не сильно много мусса, то его можно и под мастику устроить. Ну, в общем, классно. Отправляю тортик в холодильник минимум часа на 4, в моем случае на ночь. С утра вот подогрела сливки практически до кипения, до первого пара. И в сливки добавляю шоколад с маслом. Буду делать такой не сильно плотный шоколадный ганаш для покрытия своего тортика. Можно обычную какую-то шоколадную глазурь, а можно вообще его ничем не покрывать, а посыпать его орешками. То есть тут полет фантазии, это как уже вам захочется. Оставила шоколад на минуту, на две в сливках и потом перемешала венчиком до однородности. Накрыла пленкой в стыке и отправляю в холодильник минимум тоже часа на 4. Затем нужно будет взбить немножечко. Взбивается очень быстро, до плотной массы. И теперь этим шоколадным кремом чуть-чуть обмазываю и бока, и верх тортика. Вы видите, тортик и так получился довольно ровный, поэтому не обязательно, не принципиально его было здесь и обмазывать кремом. Но это сугубо мое личное желание. Остатками крема делаю какие-нибудь там ракушки, завитушки вокруг тортика и поверху. В этот крем можно было добавить грецких орехов, это уже на ваше усмотрение. Либо его можно было покрыть именно в мягком состоянии, не отправляя в холодильник, тогда цвет был бы насыщенней. Посыпаю немножечко грецкими орешками, которые у меня остались. Все, теперь можно приступать к чаепитию. Отрезаем кусочек тортика. Тортик режется очень хорошо. Я бы сказала, он пропитанный, но чему там пропитываться? Белковые коржи, они и так очень нежные и вкусные. Вот такая вот красота получилась. Этого крема, мне кажется, было бы достаточно даже и для трех коржей. Тортик очень нежный, очень летний, такой шоколадно-шоколадно-ореховый. Мне очень нравится этот тортик, обязательно попробуйте этот рецепт. Не забывайте поставить палец вверх и делитесь этим видео с друзьями. А с вами был Кекс, до новых встреч, пока-пока!